Мы продолжаем занятия по продвинутому ибриту. В основном мы делаем акцент на чтение неогласованного текста, но связанного с недельным разделом. Мы сейчас закончим недельный статью Ханн-Аппарата к недельному разделу, который был бы у нас. Нам остался небольшой кусок. Сейчас я его найду. Окей, ну хорошо, тогда мы продолжаем. А где, напомню, вот из этого? Значит, смотри, подойди к последней такой подглавке маленькой. Вот, психология аммония, правильно? Да, вот, психология толпы, вот это, да. Психология толпы. Ну, отсюда? И, ну, можно для вразумительности начать отсюда, потому что это более-менее понятно. Хотя первый абзац, я помню, мы прочитали. Давай начнем отсюда. Просто для тех, кто будет смотреть записи, значит, мы продолжаем статью, сейчас откручу наверх, статью Ханн-Аппарата к Параше Бо, называется «Бытоха Амона Суэр», то есть внутри бушующей или среди бушующей толпы, так, наверное, лучше. И разбирается на примере казни саранчой и разбирается как бы психология саранчи, которая превращается из, ну, скажем, безобидного кузнечика в чудовищную массу, которая, в общем, все сжирает на своем пути. И, по-моему, мы уже дошли до момента, когда цитировался, а, Йоэль, слиха Йоэль, да, потому что на жизни пророка Йоэля как раз было нашествие саранчи, может быть, даже не одно. И он, вот это последний у нас был абзац, и было совершенно жуткое описание саранчи, которые, в общем, похожи на железных коней, которые все на своем пути как бы сметали. Ну, и сейчас мы начали подраздел, по-моему, даже последний, который называется, действительно, можно назвать, что здесь написано, психология – это амоним, амон – это, ну, либо много, либо даже толпа. В данном случае, конечно, психология – это толпы. Окей? Ну, хорошо, начинаем читать. Да, значит, ну, сам Ханан Парад объясняет, почему именно, что саранчач, что она символизирует, и почему именно египтяне были наказаны именно с помощью вот этой самой саранчи, он подводит очень интересно. Так, значит, так, шинуим, драматим, или? Ну, только драматим, ну, как бы правильно, или не драматим? Драматим, я не знаю, да, значит, шинуим – это изменения, получается, эти драматические изменения. Амадхолелим, да, это митпаэль, да, начинаются, начинаются. Ну, даже не столько начинаются, это происходит, происходящее. Произ��니다. Да. Да. Мейтагамут. Мейтагамут. Все, правильное поведение. Ассоциацию. Амхона психологит. Амхона психологит. Амхона психологит. Амхона психологит. Амхона психологит. Год – это что-то неприятное, печальное. Нет, смотри, я думаю, что здесь сто процентов. Но год – это вообще нежное, романтическое на самом деле. Здесь должен быть аин. Это совершенно очевидно. Но год, касающийся. Если год с аином, то это было касающееся. Я думаю, что это ошибка. Не знаю, я смотрел в словаре, такое слово есть. Да, ну, конечно, есть. Какая-то мелодия, причем какая-то мелодия. Ну да, но это лиричная, нежная, печальная. Печальная, что-то печальное. Ну, может быть печальное, может быть, может быть. Пробуждают нас некие неприятные, печальные ассоциации в отношении луфтофа, луфтофа, ануши, ну, как бы поведение человека, видимо. Ну да, то есть это как бы не человек, но тем не менее. Феномен человеческого, ну, луфтофа, это как феномен проявления человеческого поведения, а мэхуне, которое известно, знакомо нам, под названием психология. Да, но мэхуне, мэхуне, это просто называемая. Да, называемая. Кино и кино, это кличка. Ну да, 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 ты говорила о том. Да. Вэмэскерим, лану, праким, афалим, афэль, афалим. Афалим, 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 это тоже такое трагедийное. Афалим, это темный, афэль, это темный, афила, афила, это темнота, то есть есть хоржих, а есть афила. Афила, это, в общем, не египетская темнота, но это отсутствие света, это сумрак. Ну, плохое нечто. Сумрочное, я думаю, как раз. Афалим, баталедот, анушу. Баталедот, анушу, да. Так, значит, пробуждает у нас вот эти какие-то нехорошие ассоциации с человеческим поведением, которые известны нам по таким мрачным периодам человеческой, ну и человеческой истории. Да. Мимасы, мимасы линч. Мимасы, мимасы, а линч, о как, дело линча, имеется в виду, как это. Да, от линч, от линчевания. Линчевания, бимасы, от слав, как бы, крестовых походов. Правильно, да. В ад лахия, хая, хая, нацид, в аджихад, джихад, айслами. Айжад, джихад, айслами, правильно. И до, значит, до, значит, нацистских животных. Ну, зверя вообще, зверя. Животных и до, значит, исламистского аджихада. Да, правильно. Все это, все это, получается, тоже порождение психологии толпы, когда толпа бежит и убивает всех. Да, ну вот ключевое слово здесь было, вот это вот, вот это вот сверху, маавар, это небольшое слово, но с ключевым. Маавар, мы, вар, переход. Это переход от одного к другому, окей. Да. Улам, лэ, 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 митто, шельдавар, мадхела, хофаат, хофаат, а ит карнафут. Ит карнефут. Карнаф – это носорог. Ну, мы говорили, да, это то есть. Да, я помню, что сзади, да. Улам, лэ, митто, действительно, однако. По правде говоря, что ты говоришь. Правде говоря, мадхела в начале вот этот хофаат, явление вот этого явления, ну, это, получается, превращение… Ну, озверевание, от толстокожести, да. Осторога, когда человек превращается вот в это животное толстокожество. Ну, да. Во им терцу, а ит арвут. Он как бы играет на ит карнефут. Если вам, или если хотите, ну, как бы осторанчевание. Осторанчевание, да. Милашон арбе, от слова арбе. Кварбе, кварбе, беямей, шабут мицраем, беет ше аам, а мицери, холэх, схума. Кесуме, суме – это слепой. Кесуме, а, холэх, касуме, бе, арува, барува, ахарей паро. О, значит, так, значит, даже когда, кварбе, беямей, даже в одни египетского рабства, во время, когда народ Египта ходил как слепой. В, значит, слепую, шел, как слепую за фараона. Слепую, да. Да, правильно. Так. В, ар, ум, эс, ам, исраэль, от дака до ка. И как бы, ну, растоптал, можно сказать. Вот это вот, когда это веет, то это глагол тогда в геопричастия. Топчащего, но вот доступно. Который, ну, растоптал. Да. Ну, это вообще-то понижение прям вот, хоть какая-то, типа депрессия, что-то наподобие прям вот. Униженное состояние уж совсем плохое. Да. Рамеса – это, в общем, подавление, раздавление. Да. Подавление, да. Так. В, ам, эм, 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 эм. Ну, неважно, мы сейчас. И бросал его детей в речку. Вот. А дака – это, по-моему, в общем, типа, ромес же это как бы давит, правильно? То есть давит как бы. Ну, дака, ты же нам объяснял, что это депрессия. Дикаен – это депрессия. Да, 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 я думаю, что да. А может быть, топчет просто в порошок? Ну, и так, и так. Такая-то маленькая песчинка какая-то, тонкая песчинка. Так, ну, в общем, так или иначе, доводил на унижение. И Машлих – это Елодав и Иор. И бросал детей, выбрасывал детей в реку. Вот. Ну, Елодав, в смысле, имеется в виду, конечно, не фронт, а это как бы израильских детей. Ну, да. Да, бросающих их в Иор. Иор – это минус, соответственно. Да, ты как. Омнам бытох Агамон. Мушехет Азе. Немца кама дмует. Только не мушехет, мушхат. Мушхат. Да, мушхат. Мушхат Азе. Однако, бтох Амон в центре вот этого мушхата – это что-то испорченное, плохое. Ну, да, развращенное. Сейчас мы говорили тоже, по-посторе. Сейчас это, как это называется, чиновники что делают, когда взятки будут, как это называется? Коррупция, коррупция. Коррупция, да. Вот сейчас шхетут – это коррупция, правильно? Но здесь все-таки это не коррупция, а в смысле, ну, вот, потеря, как бы, всех моральных условий. Если есть синоним с коррупцией, то вот оно здесь должно быть. Так, в общем, в центре этой испорченной толпы. Испорченной, да. Немца кама дмует. Йоцот. Йоцот. Дмует Йоцот. Дмует Йоцот. Дофен. 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 Шаа Микре. Шаа Микра. 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 Торех. Лецейен. Лецейнан. 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 Ба-арха-раба. Ба-арха-раба, правильно. Раба, так. Значит, в центре этой вот испорченной толпы находятся несколько выдающихся, выделяющихся образов, которые писание пытается выделить. Ну, турея, в смысле, утруждает себя, но только по-русски звучит, но, в принципе, или троха. Постараться, трудиться. Постараться, трудиться. Да. Ну, цейнан, цейнан, это же выделять кого-то. Ну, подчеркивать, выделять, да, да. Ра-арха-раба. Ра-арха-раба, ну, раха – это какая-то ценность чья-то. Ну, как бы с большим уважением, почетом или как-то с оценкой. Ну, дословно, как бы с оценкой, с большой оценкой. А вот вы знаете, юцодофен, юцодофен, дофен – это стенка, правильно? Когда сука устроит, там есть тфанин, вот эти вот стенки временные называются тфанин, правильно? А кесарево сечение еще тоже называется юцедофен. Это интересно. И отсюда прошло. По-моему, я не ошибаюсь, когда я услышал это объяснение. Юцодофен, как у женщины рождение происходит необычным способом, а кесарево сечение называется юцодофен. И отсюда пошло, пошло, что это исключение. Поэтому это вот некоторые образные выражения, которые действительно юцедофен – это и в современном мире, которые все время говорят юцедофен. Хотя, может быть, не все уже знают, что это такое юцедофен. Окей? В общем, исключение из правил. Да, да, да. Да, значит, некие выделяющиеся образы, которые писания очень так… Ну, здравствуйте. Ну, как бы повитухи, акушерки. Правильно. Так, например, повитухи Шифровы Пуа, Шаладаат Шадаль Хаюмит Риют, которые, по мнению некого Шадали… Шадаль – это писата, правильно? Это самое… А-а-а, все поняла. Были египтянками, потому что есть мнение, что это… Да, 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 да. Рамхали, Рамхали – это Шадаль. А, Рамхали, все поняла. А-а-а. О-ват-пар-о, Ацма, я скажу, Ахумелет. Ахумелет, получается. Ахумелет, да. Ахумелет – это жалевшись. Ну, жалость проявила. Жалость, да. Которая жалилась над машиной. Или дочка фараона, которая… Сама дочка фараона, которая жалилась… Альмошель. В смысле вот это вот «о» – это как «и», то есть вот эти вот две, и еще вот это вот дочка фараона. Или как дочка фараона. Ну, это да. Или как дочка фараона. Ацма Ахумелет Альмошель. Да. В Амикделет, вот то, вырастила ее. Которая жалилась и вырастила ее. Правильно. Так. Так. Ахелу Макарим. Микрим. Микрим – это случай, но Микрим – это вам. Эти случаи Ахелу Микрим, Юцаим, Юцаим, Минаклай. Да. Но эти случаи выходят как бы из… Но это исключительные случаи. Просто Юцаимин Аклай – это исключительный случай. Как было «Юца льдов», здесь «Юца Минаклай». То же самое. Просто не хочет повторять два раза одно и то же. Ага. Хорошо. Так. Амеюдим. Амеидим. 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 Аляклаль. Амеидим – это как устремление, цель. Не-не-не, которые – это исключение из правил, которые подтверждают правила. А, вот так, подтверждают правила. Так, правила. Кадогмат, кадогмат хасиде умот аулам. Умот, да. Хасиде умот. Аулам беткуфат ашуа. Так, как примеры праведников народов мира, которые во время катастрофы. Да. Так. Желаем. Так. Нава. Нава. Нава дейла. Это, по-моему, от Кузькисты. Или Месси. Это откуда-то это выражение. Нава дейла, то есть которым полный экспект. Которым полный экспект. Которым почет, уважение. Хвала, даже хвала. По-русски хвала лучше. Хвала, хорошо. Я. Шоэм наават ела. Бэшэль амидатэм. Амидатам. 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 Амидатам бэвос вагура муль агамон амусат. Ну да. Которым, значит, всячески мы их прославляем. За их стойкость и мужество. Аль амидатам. Аль амидатам. За их выстаивание с мужеством. Или по-русски мужественное противостояние. Вот скажем вот так. Бэк-бурал. Это толпой хамон. А вот это мусат. Мусат. Это спровоцированное, подогретое. Мусат. Это вообще-то спровоцированное. Лаосит. Лаосит. Это провоцировать. Мессит. Это человек, который провоцирует. Вообще Лаосит это что-то, что-то отсюда с главной дороги сдвигать вот так. И это называется Асата. Кстати, это очень сейчас актуально. Поскольку, скажем, та часть Израиля, которая находится на правом фланге, которая за продолжение, за окончание, скажем, войны и победу над врагом и так дальше. Вот она награждает как бы ярлыками, кличками вот тех, которые выходят на демонстрации и говорят прекратить войну. Все говорят, что они месситим. Месситим это провокатор. Мессит это провокатор. Поэтому амон мусат, это означает, что он сам по себе, его можно либо туда, либо туда. Это как саранчат. То есть ему говорят, а давайте этих бейте, а давайте этих бейте, а давайте этих детей бросайте. А эти гады, этих всех уничтожайте. Бей жидов, спасай России. Ну то есть это вот что-то вот. Лаосит это означает, особенно в отношении толпы, означает, что ему можно управлять. То есть как бы такое марионеточное состояние. Вот это вот слово мусат важный. От этого слова, пардон, но тем не менее, как наявительно, если уж мы ее изучаем, как наявительно называется менструальный цикл. Интересно. Называется весит. Называется весит. Это было слово. А именно, то же самое, кстати, говорят, что у нас другая область, насколько я понимаю, в двигателях и все прочее. Вот весит это управление потоками. Это тоже называется весит. Да. И вот это вот важное слово. Но здесь это понимание общепринятое. Мусат, это в смысле спровоцированное, либо вот которым так управляют. Окей? Манипулированное, я бы сказал. Окей. Дальше. Что ты говоришь? Арслан. Давай Арслан. Арслан, ты с нами? Да, да, я здесь. Да, вот отлично. Маката Арбе, Ежба, Афтан. По Меда, Меда, Кенегит, Меда. Ну да. Наказание саранчой есть. Ну, как бы выходит здесь, или получается здесь, что наказание саранчой, это как Меда, Кенегит, Меда. Что такое Меда, Кенегит, Меда? Мир за миру. Мир за миру, да. То есть, как бы египтян наказали саранча, потому что они себя сами видели, как саранча, грубо говоря. Да. Окей. Акему гам, бемакот, ахарот. Да. И так же, как наказание последующее. Да, и так же, как в других, и так же, как в других наказаниях. Он говорит, что это вот идея о том, что наказание, как бы, не просто. Они все связаны с тем, что это Меда Кенегит, Меда. То есть, эти египтяне получали наказание, которое отражало их поведение. Ну, скажем, вот так. Да. Дугмат. Дугмат Макат Адам. Ну, да. Макат Бехорот. Да. Утвиат. Правильно. Утвиат, да. Амитрим Беямсуф. Правильно. Дугмат наказания. Дугмат, это, в смысле, к примеру он приводит. Он говорил, что саранча – это Меда Кенегит, Меда. Ну, а также можно привести примеры, например, которые подтверждают эту концепцию, что это Меда Кенегит, Меда. Какие? Макат Адам. Наказание кровью. Ну, да. Там же Дам. Правильно. Вода в кровь, когда превратилась. Короче, если я не ошибаюсь, первая была Мака. Правильно. Да. Макат Адам. Макат Ахуро, первенцев. Наказание первенцев Утвиат. Утвиат – это потопление дословно, то есть утопление вообще. Для Адмири – это топить. Египтян в Ямсуфе. Ну, да. Египтян в Красном море, правильно. Здесь это дословно Камышовое море, но по-русски переводится черемное или красное, так по-моему. Дальше. Ло. Ло Паро Бильват Афах Эт Оро. Да. Вело Еда Эт Юсеф. Ну, да. И Ло Паро. Не Фараон. Ло Паро Бильват. А не только Фараон. Да. Фараон – это единственный, который сделал, что дальше есть такое образное выражение. Афах Эт Оро. Дословно. Изменился. Изменил поведение. Ну, как бы, грубо говоря, поменяться на… По-русски это поменялся на 180 градусов. На иврите – это такое красивое выражение. Афах Эт Оро. То есть повернул свою шкуру. Ну, смысл такой, что он, как бы, изменил свою позицию. Ну, а это говорят переобулся там или поменял. Переобулся? Да, как угодно. Переобулся. И не узнал Юсефа. Ну, да. То есть, как бы, тот-то, наоборот, всячески давал всякие почты Юсефу и все. А этот, наоборот, сделал себя, как будто он вообще кто такой Юсеф, кто такие евреи, что это такое вообще оттуда нарисовать. Окей. Эла. Эла. Эла Ам Ам Митри. Да. Кулон. АВАР. Мит МОРЫ. Метаморфоза. Метаморфоза. Да. Векулам. Каяхад. Афху. Превратились. Эфху. Сон И. Сон Эйсраэль. По-моему, тут тоже редактор. Тут не хватает ламмеда. Превратились вы кого? Афху Лэссон Эйсраэль. Потому что непонятно. На мой взгляд, не хватает Ислама. Афху Лэссон Эйсраэль. В общем, не фараон один превратился. Он поменялся на 180 градусов. И сделал вид, что он не признает Юсефа. Эла Ам Ам Митри. Кулон. Ават Метаморфоза. Как это переводится? Ну, весь египетский народ. Да. Ну, как бы. Ну, прошел Метаморфозу. Вот, о парусах вам говорят. Прошел Метаморфозу. Да. Векулам. Каяхад. Афху. Я бы сказал. Лэссон Эйсраэль. И все превратились в кого? Как один превратились в ненавидящих Израиля. Да. В ненавидящих Израиля. Да. В соответствии с словами писания, вытаили им в псалмах. Да. Дальше вот псалом. Кстати, в числах, если тренироваться, что такое? 105. Ну, да. Начинаются сотни. Правильно? До этого были десятки. Теперь переходим на сотни. Начиная с Куб. Соответственно, Рейш. Рейш это сколько? Ну, вообще 200. Мы же перейти на сотни. Правильно? Значит, Рейш уже 200 и так дальше. Но я тоже не суперспециалист. Нет. Рейш, по-моему. Подожди. По-моему, Цент. Я думаю 200. Я думаю 200. Куб Рейш. Можете проверить. Василий, до этого понятно. До этого. Ну, это. Нет. Садик последний до 90. То есть, начиная с до Юда. Это все, как это, одиночные цифры. Правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, то есть, она... Единицы. Да, правильно. Единицы. До... Это это 9. Начиная с Юд, начинается 10. Юд, Ка, Флам, Эт, Мэм, Нун и так дальше. Соответственно, 10, 20, 30, 40, 50. Доходим до Цадик. Цадик 90. Начиная с Куб, начинается 100. По-моему, Рейш уже 200. Ну, можете проверить. Может, я ошибаюсь. По-моему, да. По-моему, да. Ну, окей, проверим. На самом деле, здесь Куф Гэй, это 105. А как сказать 125? Куф Каф Гэй. Правильно. Правильно. А тут 25, вон 25. А что такое слегка Каф Гэй? Ну, 25. Ну, да, когда принято всегда по-русски, естественно, всегда пишется все числами. И так принято переводить в традиции переводов. Правильно. А на еврейке традиционно всегда пишется, соответственно, буквами. Точно так же, как традиционно пишутся года. И по-еврейски, еврейские года, они пишутся буквами. Хотя, опять же, в русском переводе всегда пишутся цифрами, чтобы не сбить людей с толпы окончательно. Итак, как написано в Тейлим? Афах? Афах любам элисоно амо лейтнакель беавадах. Ну, да. Перевернули свои, изменили свое отношение, перевернули сердце. Сердца своих, да. Ненавистников и народа его. Его, я думаю, и народу Всевышнего. Всевышнего, Всевышнего. Ну, да. Лейтнакель. Вот этот лейтнакель беавадах. Лейтнакель – это... Ну, вот не нападать, а умышлять. Да, да, да. Это вот как бы... Это технур, подготовка к тому, чтобы напасть. Это называется лейтнаклуб. Да, нравится. Умитнакелло. Митнакелло – это означает, что он все время ему ставит какие-то... То есть все время к нему пристает. Но пристает не в смысле какому-то там сексуальному или вообще приставать. А пристает в смысле, что он все время ему какие-то гадости делает. Лейтнакель беавадах. Ну, вот лейтнакель беавадах. Рабов его. Его на то, что большого существа. Дальше, лейтнаках. Лейтнакель беавадах, кенегет меда. Да, да. Но фель Алихэн. На них, то есть на них. Арбе. Да. Лейтнакель. Лейтнакель – это потому что... Поэтому, как мера за мером, упало на них саранча, то есть напало, упало, как угодно, на них кто? Саранча, да. А тут слегка, тут через бифис, вот арбе, ахибуци, то есть как бы групповая саранча, грубо говоря, эклективная стораничная саранча. Ше-эйн ло, ше-эйн ло, ше-эйн ло, ше-эйн ло мааацурим, да. Вхосеф. Вхосеф. Вхосеф эт порцовам. Замечательно, порцовам. Хаколи, ка-кативей. Коллективи, коллективи. Порцовам а коллективи, да. Ше-хошехет. Ше-ушхат. Который, ну как бы, да. О, окей, мы сейчас дадем, да. Ле? Левли, левли. Левли акер. Левли акер. Левли акер. Ве-ивад. Ну хорошо, перейдем эту фразу, она очень, как бы, ну, ключевая. Поэтому, как мер за мер, на них, как бы, нападает вот эта вот коллективная саранча, да, шеэнь ло, ну, в любом случае это арбе, оно мужского рода, несмотря на то, что здесь стоит, да, а кибуцы, да, шеэнь ло маацурим, вот у этого арбе кибуцы, в отличие, ну, как бы, это заключительное, как бы, он подводит итог. Это коллективная саранча, в отличие от отдельной особи, у нее нет чего, маацурим, что такое маацурим? Остановка, остановка. Нет, у нее нет никаких, ну, пределов или каких-то... Как и от человека, когда он прет без всяких этих самых стоперов. Без препятствий, без препятствий. Да, на иврите говорят, по-русски по-русски так не говорят, говорят, что энь ло маацурим, энь ло стопорим. Стопор, значит, у нее никаких тормозов нет, да, грубо говоря. Без тормозов, почему бы, нет. Ну да, тормозный, видите, это маацо. А, без тормозов. Без тормозов, да, шеэна бестормозная, вот эта вот саранча, да, дальше. И вот это вот такой вот казнью, мы же как бы сказали, что медак и нагит медак. Поэтому, если изучать или посмотреть вот это вот то, чем мы сейчас занимаемся, в чем природа вот этой казни, поскольку это медак и нагит медак, изучая природу этой казни, можно понять природу того, на кого она падает. То есть она упала на египтян. Мы все только что разбирали про эту самую саранчу коррективную, а по существу это отражает самих египтян. Потому что на Мейнаке нагит меда. И вот это вот слово хусеф, это оно и есть. Лохсоф, лохсоф, это дословно экспонировать. Ну, в смысле, по-русски это обнажать. Обнажать, раскрывать, как угодно. Хосфанут, ну так, к слову просто, да, это стриптиз на иврите. Хосефа, хосефа, это фотографии выдержка. Это все то, что как бы, ну, вот раздвигает и открывает то, что спрятано. Правильно? Называется хосефа. Вот когда есть новости в газетах, это называется хосефа. Хосефа, это означает, вот сейчас газета дает что-то такое, экстренный выбор, называется хосефа. В данном случае простой глагол здесь, да, поэль, называется хосеф, который, можно сказать, обнажает или раскрывает, да, порцу в коллективе. Что значит, порцуфам о коллективе? Коллективную. Порцов, есть слово. Лицо, лицо. Ну, да, ну, по-русски, роже, это все, да. На иврите, по ним, по ним, это стопроцентное лицо, только в амноросном числе. Это тоже интересно, но это особый случай, почему, как в амноросном числе, да. А есть слово порцуф. Порцуф, это всегда отрицательное. Это то, что по-русски говорится рожа. Значит, по-русски нельзя сказать рожа в позитивном смысле, правильно? Рожа, это всегда отрицательное. Но вот на иврите это порцуф. То есть открывает вот отвратительную рожу, скажем, хотя, ну, на самом деле, так не очень дисправильно перевести, но правильно, это коллективную рожу, да, или коллективно отвратительное лицо вот этого. Да, причем этот порцуфам, а коллективе, ше ушхат, вот этот вот их порцов, он ушхат там уже. То есть он, вообще говоря, испорчен, да, испорчен. Ли Бли Акер, испорчен, до чего? Что такое Бли Акер? Бли, Бли, это всегда без границ. Что такое Акер? Акер от слова Лакир. Ну, вроде сознания. До неузнаваемости. Саранча превратилась в неузнаваемость. Эта идея как бы такая, человек живет или еврей, или кто-то другой, в данном случае говорится про еврейскую историю, живут с соседями. Совершенно нормально. Ходят вместе в магазин, воду черпают и так дальше. И вдруг дают приказание, и все, он превращается в зверя. Вот это называется он как бы хосефет порцуфама коллективе ше ушхат и влеке, который искажен, который изменен до неузнаваемости. То есть невозможно узнать, что это те самые египтяны, с которыми жили. В ибе целым и ложь. И который теряет, что такое целым и нож? Образ человека. Правильно, человеческий образ. Человеческий образ. Как, наверное, веке будет фотограф? Что-то похоже. Чем? Ну, похоже, а целым что-то такое. Салам. Салам. Окей. И целым, правильно. Целым – это еще целым. Это объекты. Когда в графическом дизайне, вот эти отдельные объекты, instance тоже называется по-английски. Это вот какое-то слово тоже самое. А оцалам, да, оцалам – это называется фотограф. Да, ну и естественно, что все это идет от Адама Решона, где сказано, вы целыми луки, мы все только здесь. Как бы не целыми луки, а целыми нож. Да, он теряет вот человеческий, человеческий образ. Окей? Выседа? Окей, дальше. Давайте дальше. Давай дальше. Так, молоках ешь… Малеках, слуха, леках. Малеках ешь менекудат муц… А, ну, муцам, муцазму. Так, что как бы взять в лаках? Лаках – это же взять что? Леках – это просто какой урок? Леках – это удобно. А, какой урок? А, какой урок? А, какой урок? Что мы учим в этом слое? Хорошо. Что можно вывести, взять из этого пункта, из этой точки? Да, да, да. Начиная с казни саранчо и до наших дней. Ну да. Зот ясик колехат метох скера макапет, макапет, макапет. Скера макефет. Давай переведем вот этот маленький кусочек. Зот ясик колехат метох скера макефет. Так, зот ясик – это вывод. Каждый достигнет ца. Каждый, вот, ясик. Каждый, каждый, как бы… Каждый, безусловно, каждый допрет сам, грубо говоря, понимаешь? Вот так. Каждый получит, каждый… Ну, вот, это все имеет отношение к слову леках, правильно? Леках, а вот это вот ясик. Каждый, он сам сделает соответствующий вывод по-русски. Да, метох скера макапет. Ну, скера – это какой-то образ, по-моему. Ну, скера, скера – это… Секер – это исследование, расследование. Да, скера – это расследование. Скера макапет в данном случае – это всеобъемлющее. Знаете, в Шмине Ацера в последний день Симхатуры есть акафот. Акафот – это обхождение, правильно? Да, да. Ну, да. И отсюда слово макапет, например, «ир макапет хума». Это город, окрожденный стеной. А скера макапет – это, значит, ну, по-русски как бы всеобъемлющее, для которой вот все вот такая вот. Окей, это от этого до слова. Окей? Интересно, кафе, кстати, от этого до слова, Евгения, не знаю. Но это так, если я знаю. Какой кафе? Ну, так сидят в кафе, не знаю. Кафе – это, слушай, от слова кофе, слушай. То что? Кофе, да, да. Кафе – это кофе, там кофе пьет. Да-да, я смеюсь, 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 кофе пьет. Так, значит, каждый сделает вывод из всего этого совокупности всех этих описаний. Да-да, амадхила, амадхила. Да, это сейчас вот скера, скера, которая амадхила, да. Ну, вот это, значит, скела. Амадхила. Бэйвэйну, михудс, махудс. Михудс, да. Значит, начиная с врагов внешних. Да. Шепсихологит, амоним, гила, лэхем, хукам. Лэхем, хукам. Это тоже, ну, поскольку сейчас речевируют такие образы вражения. Начиная с внешних врагов, для которых вот эта психология толпы есть, ну, хлеб, буквально типа хлеб насущный. Ну, это их, грубо говоря, это их хлеб насущный. Это их прям вот так, без чего они… Лэхем, хукам – это хлеб насущный. Ну, да, хлеб насущный, я посмотрела. Да-да-да-да. То есть без чего прямо-то они жить не могут. Сто процентов. Немшахат, Немшахат, Немшахат. Лэна Асэ, Баам, Исраэль. Правильно. И продолжая, продолжая… Начиная с внешних врагов и кончая. Начиная с поступками народа Израэля. Ну, да, он как бы мягко намекает, но то, что было при Ханампарате, сейчас еще в более остром виде видно. То есть раскол в народе. И он говорит, что вот эта вот психология толпы, мы видим это, ну, он как бы так осторожно говорит, да. Но, тем не менее, мы видим, что это во внешних врагах. Ну, а кроме того, и к тому, что происходит как бы в народе Израиля, в смысле внутри народа Израиля. В кавычках у бихлаль. Бихлаль – зэ. Лацбаут. Лацбаут. Ацбаут – это голосование. Голосование. Бихлаль, к примеру, или бихлаль. В общем. У бихлаль – зэ. И внутри этого, как бы, и внутри этого правила, да. Внутри этого? Ацбаут. Аэдер. Бэмэмшала. Вэкнэсит. Голосование. Аэдер. Ну, голосование толпой. Ну, по-видимому, он… Те события, которые были на его… Как бы перед ним были сейчас, происходили актуальны. А именно, что, как бы, вся партия голосует за что-то. Например, это было изгнание из Бушкатика. Да, то есть, их было, например… Есть такая вещь, когда при голосовании в Кнессете партия или фракция может обязать всех членов, просто обязать, что они обязаны голосовать. Нет свободы. Они должны все голосовать только одно. А если нет, то ты просто уходишь тогда отсюда. Ну, вот это он то, что называет Ацбаута Эдер. Окей. А вот общее голосование в правительстве. Голосование толпы. Голосование толпы. Голосование общее в Кнессете в правительстве. Так. Ну да. Вы мистеремет. Вы мабад. Вы мабад ходер. Да, ходер, конечно. Ходер шелколе хад. Вы мабад на все пнима. Пнима, да. И заканчивая, вы мабад, как бы, каким-то внутренним взглядом. Нет, проникающим взглядом. Проникающим взглядом. Проникающим взглядом. Ходер – это который проникает. Хорошо, пронзительным, который проникает в глубины души, какие-то в глубины души каждого. Смотри, тут мабад ходер шелколе хад. То есть вот этим пронизывающим взглядом каждого внутреннего души. Каждого глубины его внутреннего души. Ну да, то есть он привел примеры внешние, которые разделялись на две. Внешний враг, грубо говоря, типа египтяне, внутренний враг, как он приводил пример Эмберт Кнесса. А кроме того, переходя как бы на человека, он говорит, а кроме того, это каждый может как бы посмотреть пристально, либо вот этим пронизывающим взглядом. Пристально, кстати, хороший, по-моему, перевод. Да, внутрь души каждого. Каждый из них, по-моему, в смысле внутрь себя самого. Окей? То есть как бы то, что снаружи, не видно. Окей. И как бы чем заканчивается? Так. Аль-Колехат лэ шаоль. Нет, подожди, просто лешоль. Это про... Лешоль от него. И каждый может спросить себя как-то так. Да, но только вот это вот аль всегда. Должен, ну, должен. Ну, правильно. Следует каждому так. Каждому следует, да. Следует спросить себя. Аэм шумер. Аим, аим, аим. Аим, хорошо. Аим шумергу, аль целымо, целымо, айши, 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 мусари, мусари, вэ, ануши. Мусари, вэ, ануши, да. Ну, вот переведи это. Каждый, мусори. Сохранил ли он облик человека морального и человечного? Ну, да. Вот это вот аим, это всегда начало вопросов. Правильно? Ли. Сохранил ли он? Ну, да. Гамбэ, бэээтот. Пээтот, бээтот. Эт, это и тот. Мацука, мацука, а ум Машавэра, Машабэра. Машбэр, кризис Машбэр. Даже во время, ну, как бы, несчастья Мацука, это какой-то трудности. Ну, стеснение, да, основанно, ну, вообще, как бы. Снение и трудности. Ну, и в проблеме. Человек может нормальной ситуацией быть нормальной, а когда, например, нацисты приходят в власти, то он тоже становится нацистом, скажем, фашистом. Поэтому, когда все, как бы, все нормально и все ведут себя по-человечески, то, как бы, ну, не проблема быть тоже человеком, а проблема остаться человеком, когда идти против толпы, которая ведет себя, соответственно, теряет целый нож. О, шма, хофах, льет, рожкатан. Ну, да. Аголех, кайвер, агамон, асоар. Асоар, да, асоар. Или, значит, либо он остается человеком, либо он превращается... Да, вот шма ты правильно перевела, это либо, шма это либо. Либо превращается, рожкатан, ну, буквально маленькая голова. Рожкатан, ну, а это как по-русски маленького человека. Маленького человека. Он не хочет ни за что отвечать. Никто ни за что не отвечает. Ну, да, это известное выражение на величестве, рожкатан, рожкадор. Рожкадор, это который думает, как бы, ну, в общем, по-большому, скажем, вот, беря в счет вообще все. Не превращается, не скрывается зачем-то. А рожкатан, человек, который говорит, нет, сюда пения. Нет, даже он, как бы, прячется за кем-то, прячется. Ну, да, можно... Превращается вот в такое вот безответственное существо и идет, как слепой охарей за вот этой бушующей толпой. Ну, да, и вот вам картинка, которая как раз это иллюстрирует. И вот здесь, опять же, это цитаты из Сэфер Юэль, которые мы разбирали, правильно? Как вот отдельные вот такие маленькие превращаются вот в таких огромных, которые как бы идут. Высада, идея понятна? По-моему, мы собрали вполне как бы по-человечески. Хорошо, давайте я это закрою. Сейчас, полсекунды. Дайте я сейчас на секунду выключу запись, остановлю. Хорошо, пока я буду открывать. Только напомните мне приз ее восстановить. Для паузы записи. А почему она не сказала? Вот должна остановить. А, вот остановить. Она не сказала. Господи, она опять не была записи, я не понимаю. Так, ну хорошо, останавливаю совместное использование. Окей. А, нет, запись идет. Все, хорошо. Окей, значит, мы переходим к следующей статье, которая, соответственно, следующий недельный раздел, а именно бешалах. Вы его видите, правильно? Да. Надеюсь, что я ничем нигде не ошибся. И в записи все это отражается. Ну вот так, по-видимому, еще больше. Нет, так помню слишком сильно. Вот так помню, нормально, да? Окей. Очень хорошо. Это у нас бешалах. Это недельный раздел, который вообще соответствует ту бешалаху. А запись, запись прошла? Вот, запись. Сейчас, секунду. По-моему, идет запись. По-моему, я дальше включу. Да, по-моему, идет. По-моему, идет запись, да. Да. Ну а что, нет? Ну хорошо, дай на секундочку остановлю. Остановить совместное пользование. Да, идет. Запись идет. Слиха. Слиха с тем, кто в записи. Что-то действительно как-то сделано, не очень удобно. Когда начинается совместная демонстрация, не пропадает, идет ли записи, не нет. Окей. Ну хорошо, давайте дальше. ТВМов и Титаемов. Так, ну Арслан теперь должен. Ну давай, давай, Арслан. Ну, это заголовок, всегда это заголовок трудно перевести. Вот это вот, это иногда бывает такой оборот тонахический, когда вот этот ваз, это на самом деле гем. То есть это то же самое, как ТВМ, ве Титаем. Да, вместо этого стоит ваз. Титаемов и Титаемов. То есть приведи, приведешь их и посадишь их, дословно. Ну, как бы сейчас не будем понимать смысл, потому что это как бы смысл весь статьи. Но сейчас посмотрим, как это будет дальше. Окей? Дальше. Ло альмана ги айсторит. Айстория. Просто слово история написано в литрском языке. Айстория Гасвуха. Да. Бе Масивот. Бе Масивот, да. Бе Масивот, да. Бе Туха Ашэм, да? Нет, тут Хай. Это Хэт, а не Бе Туха Хай. Но тема ты правильно сказал. Гуэль Ве, Гуэль Хазак. Гуэль Азак. Да, Гуэль Хазак. Гуэль Хазак, Цор, Исраэль. Цур, Исраэль, и Гуэль, да. Это из молитвы. Не знаю, это из Ксадусу, но не знаю. Может быть, это из псалмов. Цур, Исраэль, и Гуэль, но это известная фраза. Это и молитва кто-то. Крепость Израиля и его освободить. Да, Ашэм. Ашэм Цваот. Цваот. Ну, Ашэм Цваот, это по-русски переводит. Либо просто пишут Цваот. Это от слова армия. То есть бог воинств. Вот как-то, если переводить дословно, то это бог воинств. Имей его. Ну, хорошо, это у нас эпиграф. Так, по-русски это называется, да? Ну, Альмана не история, а свуха бэсиотэ. Что значит Луальмана? Это вдова. Не вдова, короче. Не вдова история. А свуха бэмэси бутэра. История, ну, я по-русски, я бы написал, я бы сказал так. Во всех своих перепятиях. Да, потому что совух, совух, это свах. Помните, во время Акеды, когда этот баран, который запутался рогами. Вот там тоже написано слово свах. Ну, да, и совух, совух, это что-то вот такое чаще вообще, ну, про историю не сказать чаще, но это переплетение. А мэси бутэ, это от слова, ну, он так пишет, мэси бутэга, но вообще-то от слова сиба. Есть, есть, как это там, сиба в МСОВ, то есть причина и следствие, что по-русски называется, да? Вот здесь мэси бутэ, это вообще свои причинно-следственные связи. Когда человек смотрит на все перепятия истории, да, и говорит, что, как, из чего он-то думает все время у него перед глазами эти цари, которые говорят, ты беди Бойска туда, ты беди туда. То есть руках Всевышнего не видно за всем этим, это как бы такая идея. Когда человек говорит, во весь этот свах, вообще эти переключения, какие-то расплетения человеческой истории. То есть непонятно, что вообще, как это, полный хаос, как это, либо чисто человеческие, как бы, претензии, тенденции. Оно, как бы, Равкук говорит, бе-то-ха, то есть в ее, как бы, внутри ее, внутри этой истории, внутри этого хитросплетения истории, да? Хай, Гуэль, Хазак. Жив, сильный избавитель. Ну, это хай по-русски, да, но хай, потому что человеческое, что говорится, имеется в виду, внутри нее, ну, я бы сказал, существует, да, существует или находится, что такое Гуэль Хазак? Ну, дословно, сильный освободитель, сильный освободитель, да? А сильный, дальше говорится, сура с ралю Гуалу, скала Израиля и его освобождение. Ашэн свалу шмо, имя которому Господь, Господь воинства или Господь всесильный. Арая, вы знаете, да? Арая – это сокращение Араф, Авраам, Ицхак, Акоинку. Вот это вот Арая – это то, что я вам сказал, правильно? Араф, Араф, Авраам, Ицхак, Акоин, Кук. Это в книге, которая называется «Ород Амут». То есть у Рава Кук у него целая, ну, подборка из, так можно сказать, собрания сочинений, которые называются все «Ород». Есть «Ород Араая», вот есть «Ород Амут», я их, кстати, сегодня не читал. У нас есть одно из занятий, на котором Натан Котлеров разбирает, как раз «Ород Араая». Вот, окей, все другому. Ну, хорошо, читаем дальше. История Эйна Осав. Осав. Осав – это коллекция, подборка, что-то типа этого. Осав Притим. Притим, Притим. Притим Макриим. Нет, Микриим. Микре. Микриим. Давай переведем этот маленький кусочек. А история Эйна Осав Притим Микриим. У истории нет… История, дословно, она нет. Или по-русски просто «История не». И дальше… Да, тире. История не что? Добавляет? Нет, а история не является коллекцией, или лучше, не является собранием отдельных частных историй или деталей. Да, потому что, когда говорят, он сказал, употребил слово «осав», «осав» – это коллекция. И что стоит, какая коллекция? Из отдельных, как бы, ну, как в коллекции, что у нас есть? Экспонатов, правильно? Ну, здесь, как бы, из отдельных элементов. То есть, история – это не нагромождение, не просто подборка или коллекция, да, отдельных частных случаев, да. Микре, от слова «микре» – это случайно, да. Ликрот – это случаться. Какая самая известная… Ну, не самая известная. Встречаются люди в Израиле, особенно молодежь, да. И так вот… Ну, люди в Израиле… Макара. Макара. Да, макара, правильно, потому что, во-первых, макара – это восхитительный знак. То есть, что случилось – это что-то произошло, не дай бог. Наверное, все говорят, макара, макара, макара – это что произошло. По-русски тоже, конечно, что произошло. То есть, это, вообще говоря, восхитительный знак. А когда встречаются два человека, говорят, макуре. Макуре, опять, поскольку в Израиле очень сильно вообще все это разделение общества на сегменты, на тех, этих, религиозных, таких, стихи, пятое-десятое, то, ну, как бы, когда встречаются религиозные, они так, как бы, не приняты человека так ошарашивать. И говорят, машломха, например. Да, машломха – это как твой мир, это нормально, вежливо. Как встречаются, скажем, ну, не религиозные, но молодежные. Да, вот это вот макуре. Причем человек все равно не ожидает. Сейчас ему будут рассказывать все, что человеком происходит. Как на иврите, кстати, будет, как это называется, такое русское слово, да, в кавычках, курюкилю, да, как биография, да. Как на иврите называется вот это вот курюкилю. Как она называется? Курот хаим. То есть, курот хаим – это что с человеком происходило по жизни. Дословно, это вот биография. Биография – это курот хаим. Поэтому слово микре, микре – это случай. Это микре. Например, говорят, микре отцу. То есть, печальный случай. Но в данном случае, воноросном, мы прийти микреим. Но это как бы прилагательно. Микреим – это значит случайно происшедший. Окей? То есть, здесь делается некоторая постановка вопросов. Говорится, что история, в связи с тем, что сказал Равкук, да, это не подборка набора, как угодно, случайных и случайных частностей, скажем так. Окей, дальше. Это очень сложное слово. Я секунду помолчу пока. Ань, ты прочитал это слово? Ну, программа. Ну, программа, да. Программа. Программа. Да, программа. Программа какая? Элуит. Правильно. 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 Минаветет. Этга история. Лейда. Лейя, да. Да, да. Ну, давайте переведем. Бетуха. Внутри ее. Внутри ее. Используя слово Макуперит, это слово сложенное. Есть такое мантак, как это называется, ну, конфетки или сладости, которое называется Макуперит. Известный Макуперит, это некоторый шоколад, который вот так вот завернут сам себя, такая трубочка свернутая, да, и там внутри какие-то, значит, эти самые штуки вкусные. А Макуперит это сложное, да, Кипуль, Кипуль, в типографии, например, насколько, как я помню, это вот эти вот типографии, там же как бы брошюры, 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 правильно, которые мы куполили. И вот эти вот слухи называются Кипуль. Кипуль это складки. У партних и так дальше Кипуль это складка. Да, ну, а в данном случае, он говорит, Макуперит, ну, в ней сложно, по-русски, трудно сказать, сложно. То есть в ней заложено или в ней находится, в ней спрятано. Как вы найдете какое-то более такое, ну, в смысле, что это как-то вот так вот, да? Сложно какая программа, какая? Ну, божественная, но и находится божественная программа, которая, значит, меноветтед. Что такое невуд? Ведет куда-то. Невуд это навигация. Невуд это навигация. Руководить, вести. Да, которая меноветтед, в данном случае это PL, меноветтед, то есть, которая ориентирует, я знаю, что это не нагромождение этих самых, а как бы утверждается, что там внутри есть божественная программа, то есть ее трудно увидеть, что она на Купеле, да? Но она меноветтед, которая, как бы… Направляет. Направляет, ну, по-русски направляет. Это слово меноветтед, которое делает невуд, который тебе говорит, иди на право, иди на право, иди на право, иди на право. Окей? Как в наибрике будет штурм, кстати, сказать? Наваттед. Наваттедед. Человек, который делает навигацию. Правильно? ну вот курс молодого бойца или там подготовка солдат я имею в виду отдельный курс, который называется Невутим кстати, проверьте меня на ВАТЕ может быть я ошибаюсь, может быть СБ должен быть, не помню, а может быть это так не знаю, но во всяком случае может быть не хочу говорить, надо проверить но во всяком случае Невутим это навигация 100% то есть божественная программа которая как бы управляет, ориентирует я бы сказал, которая ориентирует кого историю да, что такое ле-я-да? что такое яд? нам не страшно встречалось яд, яд, это таргет это ее цель ее цель у истории есть яд яд это цель, правильно? вот которая мне наведает эту историю к ее цели то есть в истории поставлена некоторая цель окей, дальше откуда? метохо не, метохо тохо это известное как бы выражение из шести дней сокроводствования мира правильно? мне кажется, это тохо земля была по-русски называется бесплодна и пустынна вот это и есть тохо 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 это хаос Раши там пишет тохо это хаос а вохо это когда человек смотрит на хаос и говорит вау вот это тохо то есть изначально это хаос когда человек видит вот на совершенно неоформленное что-то и говорит вау вот это тоу вау дальше и до чего ве ад ле ве ад ле тикун улам бамалхут шадай ну да, это тоже известное выражение бамалхут тикун бамалхут бамалхут шадай под управлением всевышнего то есть одно из нас есть вот это тоу вау то есть неоформленное бесхозное как угодно да, когда человек смотрит и говорит вау вообще не пойду что-то такое происходит а с другой стороны когда все мыс удар все нормально все идет приходит ма шех вот это называется маалхут шадай шадай это одно из слов всевышнего то что написано на мизузе правильно одна шифровка либо техническая например шумер платот Исраэль то есть хранящий двери Израиля и поэтому она висит как бы мизуза на эту коробочку на которой свиток в котором вот и на коробочке написано слово шадай правильно либо есть еще расшифровка такая ше омар леоламо дай который сказал своему миру дай то есть есть понятие эвенаштия то есть такой некоторый камень основа мира с которого началось ну как бы распространение стране хаос стал превращаться в оформленную оформленную материю и он как бы оформлялся до того момента пока Всевышний не сказал дай вот это вот шадай но во всем шадай это это выражение ипостась могущества всевышнего да который который как бы мессадеры и не они которые управляют миром делая из хаотического делая его устроен да ну скажем так дальше убы нарказ убы нарказ гатах нит да нитсав правильно каамут каамут шедра правильно шедра ам-исраэль да шаалин шаалав 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 нишан замечательно коль ха бань биньян ну биньян это здание ну да это некоторая такая модель которая является прологом к рассказу который будет дальше правильно окей так вот с одной стороны у нас есть как бы хаотическое нагромождение всяких событий то есть о чем идет речь братья всякие человеческие перипетии они его продали они его ненавидели там начиная с этих содерж цветных которые ему отец давал его подозрения что он у них отберет все наследство которое идет от праотцов спуски его в Египет то есть это вот все нагромождение нагромождение человек смотрит и видит бесконечная цепочка каких-то этих которые в конце концов приводят евреев в Египет а потом они выходят получают тор это как бы это какая-то масса каких-то событий здесь как бы утверждается что внутри этого мы купе внутри этого существует тот кто всем этим управляет а именно Эль Шадай управляет Всевышний и внутри вот этого нагромождения есть некоторый механизм который все это управляет и все это делается но кроме того в центре этого человеческой истории что находится вот тут написано БНРК затухнет в центре вот этой программы находится что не цав это даже не просто находится а это муцав то есть установлен установлен да установлен находится но более сильное слово да то есть как бы стоит вот так возвышается стоит установлен как угодно как амушедра что такое амушедра стол какой-то да амушедра это вообще позвоночник амушедра Это позвоночник. А как, наибрите, кстати, будет бульвар? Шдера. Потому что там тоже большая такая улица, там стоят деревья, все, и так, 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 так. Какое-то некоторое перечисление позвонков в частности. Весь город Шдерот, например, называть. Наверное, тоже отсюда же. Ну, во всяком случае, Амут, Ашедра. Амут – это столб, а Ашедра – это основной несущий вертикальный линию. Окей. Дальше. И это кто? Это народ Израиля. Да. Шаалах Нишан Коля Бинян. На котором? На который что? Что такое Нишан? Нишан. Опора, опора или как? На который опирается. На который опирается кто? Все здание. Все здание. На которое опирается все здание. Ну, здание имеется в виду вся история. Все историческое здание, скажем. Такая идея, да? Ну, хорошо. Прочитаем еще один анзас. Ну, Аня пусть прочитает. Давай, прочитаем, может быть, раз закончим на этом. Окей. Так. Если когда говорят явление, то вот что-то такое. А вы, Аллах, Алма, как бы отцов народа получили. Ну, да. Родоначальников отцов народа. Родоначальников народа. А футхат. Путахат. Путахат. А путахат. 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 Это вот путахат, почему, кстати? Это глагол, который к чему относится? Идгалут. Идгалут. Идгалут, да. Путахат бацав. Как бы раскрывается в повелении приказа. Которое раскрывается в указании, повелении в приказе, да. Лэх, Лэха, Эль, Аар, Сашер, Ар, Эр, Эха. Ар, Эр, Эха, да. Иди к тебе или иди себе в землю, которую я укажу тебе. Ну, да. Какое-то это начало какой пороши? Ну, этот самый как-то. Ну, Лэх, Лэха так и называют. Ну, Парур, это и есть Лэх, Лэха, да. Окей. Лэх, Всевышненько в Раму обращается. Ну, да. Так. Вэ, Хутмат, Хутам и Хутам. Хутэмит. То есть вот здесь у нас Путахат, правильно? Здесь у нас Путахат. Атухэтэймит. Бэбэсура. Неврэху. Вэха. Кольмэш. Поход Адама. И как бы запечатывается, заключается в сообщении про провозвестие и что-то такое. Да, да, да. Правильно, правильно. Благословятся в тебе все племена земли, все народы. Да, да. Это все в том же абзаце. Посмотрите, вот здесь сноска брешит. Брешит. Давайте я вас буду... Ютбэта-то что? Двенадцать... Да, двенадцатая глава. Первая по третьей. Первая по третьей стихи. И там именно это говорится, как вы помните, мы там говорили, что вот такая парадоксальная вещь. С одной стороны, иди к себе. Здесь как бы некоторые призывки индивидуальности. То есть можно сказать, лэх-лэха, это не так, как по простому смыслу, обязательно иди. Я тебе говорю, иди, иди. А лэх-лэха, иди к себе. Потому что можно сказать, что лэха, это не усиление, повторение лэха, а это к себе. И в данном случае, когда метраж такой, лэх-лэха, иди к себе, то есть познавай себя, отдаляйся от других. Вся идея была какая? Выйди из Харана, иди в свое место. То есть тебе надо от них отделиться. Окей? Но окончается неожиданным образом. Каким? В неврису быха, комич, похода дома. И только тогда, там Харана парадоксия снял. И только то, как то условие, что ты будешь уникальным, индивидуальным, выделенным, это условие универсальности. И он сейчас будет повторять вот этот вот мотив. Правильно? Окей. Дальше. Так. Так. Или шаадерых лэдгашат лэдгашат лэдгашат. Лэх-шамат. Тьфу, господи, лэх-шамат. Лэх-шамат, айют, аруха. Опять яд. Как вы здесь? Яд, яд. Аруха, высвуха. Аруха, высвуха, да. Однако путь к этой воплощению этой цели. Мотивализация, воплощение, а слово гешем. Мы уже один раз как бы обсуждали, почему он. Видите, материализация, а слово гешем. Это мы говорили, да? Акшамат айя. Что такое Акшамат айя? Ну, осуществление, достижение цели. Цель, воплощение, цели. Да. Аруха, высвуха. Длинный запутанный. Правильно, длинный запутанный. Да, сто процентов. Да. Ну, подожди, у нас было хасифа. Ахасифа. 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 Ахар хулия. Бе пасукей. Мафтех. Бе пасукей мафтех. Мафтех. А муцепаним. А муцепаним. Зашифрован. А муцепаним бетура. Так, и он идет, и она, вернее, она, это самое, путь, она, дэрэх, это же она, женщина, получается, она, она идет и раскрывается, ну, хулия, это хулия, получается, какое-то звено или как-то. О, лэхет, вы не говорите, в данном случае слова, лэхет, здесь оно техническое, то есть постепенно. О, лэхет, вы не к себе, то есть она постепенно раскрывается. У нас есть путь такой, путь, вот очень большой, от того, что Аврааму сказано, лэх, лэха, иди к себе, а с другой стороны, будем расслабляться в тебе. Вот это как бы, это начальная точка, это конечная точка. А между этими, о, лэхет, вы не к себе, мы постепенно видим деталь за деталью, как это все раскрывается. Что такое хулия? Почему здесь такое слово хулия? Я как-то, ну, да, хулия, смотри, хулия, это, с одной стороны, можно сказать, деталь, но, с другой стороны, хулия, хулия, это позвонок. И это как бы соотносится к тому, что было здесь написано Амудашидра. Амудашидра, это было сказано, что вся история, она как, то есть в истории, как позвоночник, как центральный, ну, как бы стол позвоночник, да, стоит. Народ Израиля, поэтому он здесь играет на слове хулия. То есть вот она открывается, хулия за хулией, то есть деталь за деталью. Ну, по-русски нам деталь, не скажешь позвонок за позвонком, правильно, а как бы деталь за деталью, ну, часть за частью, как-то вот так, да, окей? Бе? Так, бе-пасу-кей, мафтех, мацапаним, мацапаним, да. Что такое, да? Мацапон, это север вообще-то у нас скрытый. Что-что-что? Ну, вот хулия, хулия, то есть деталь за деталью. Деталь за деталью, ну, просто как бы... Пасу-кей, что такое милат-мафтех, например? Милат-мафтех, это киворс, ключевое слово. А пасу-кей, мафтех, это, ну, поэтому мы поставим, в кавычках, люди привыкли к словам. Ключевые, ключевые... Ну, в ключевых стихах, то есть у нас вот этих хулиет, как мы их видим. Рассказы наполнены деталями. Возьмите продажи Йосефа, спуск в Египет, вся история, история с братьями. Там огромное количество деталей, но во всех этих деталях бывают ключевые пасу-ки. Эти ключевые пасу-ки, это как вот некоторые ориентиры реперы, да, по которым мы можем вот продвигаться один за другим и смотреть, а-а-а, и как бы, и что расшифровывать. Вот написано вот эти вот псу-кей-мафтех, то есть ключевые стихи, которые муц-паним. Что такое муц-паним? Скрытые, спрятанные. Правильно? Как на иврите будет код? Кто? Код. Вот фильм, знаете, Код да Венчи, правильно? А, код, господи, ну, код живет. Не код ты, не код ты, а код ды. Как на иврите будет, называется фильм Код да Венчи? Без понятия. Что-то такое с этим же корнем. Цохан да Венчи. Цохан Морзе, по-моему, это тоже называется, вот азбука Морзе называется, да. Муц-пан, муц-пан. Когда человек входит в WhatsApp, WhatsApp подключается, например, у него написано. Муц-пан, ну, сейчас, может быть, немножко называется Мишнет-сдадим, по-моему. То есть он зашифрован с двух сторон, с точки зрения клиента, тебя и с точки зрения с той стороны. Поэтому муц-пан, это всегда цофан, да. Цофан, цофан. Ну, и вы знаете, да, это же как бы очень всеобъемное слово, мы уже, по-моему, разбирали. Что такое цофан? Еще север есть цофан. Север. А как будет компас? Тоже как-то так от этого же. Подожди, муц-пан. А как будет совесть? А кто? Что-то здесь же. Муц-пан, муц-пан. Поэтому тут все как бы вот так вот очень интересно сложено. Точно-таки мы же говорим о купаль. С одной стороны, есть север, куда все время показывает. Есть цофан, куда все время указывает мац-пен. А с другой стороны, цофун – это спрятанное. А что спрятано? Ну, это, наверное, совесть человека, да. А помните, как звали эту самую жену Патифара? Цофнат чего-то такое, правильно? Есть, кстати, что... Почему женатый? Это Иосифа потом... Да, это не как-то Иосифа, конечно, да. Вот почему цофнат? Именно почему? Потому что он спрятан, потому что он отгадывал спрятанное. Да, так вот это вот... Цофнат панейх, вот. Цофнат панейх, вот. Да, 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 правильно. Конечно, конечно. Да, окей. Ну, хорошо, я предлагаю, давайте на этом закончим. Мы как бы начали. Это очень-очень интересная статья. Тут много всего как бы... Ну, не хочу сказать накручено. Очень много всего вот этого спрятано, да. И очень много важных слов. Мы будем постепенно этот клубок как бы так раскручивать. Ну, с Божьей помощью дойдем дальше до конца. Хорошо, все. Всем в суроту вот. Счастливо, до свидания. Все, кто будет смотреть записи, пожалуйста, может спрашивать вопросы, задавать. Либо в Ютьюбе, либо писать в нашем чате в Телеграме. Будем надеяться в следующий раз будут присутствовать и остальные участники тоже. Хорошо? Да. Всем счастливо, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова